Добрый день, дамы и господа, и добро пожаловать в Longsword Club. Сегодня мы поговорим о том, как на просторах Восточной Европы в 16 и 17 веке развелось свое собственное, абсолютно уникальное, ни на что не похожее оружие, и было ли оно на самом деле своим собственным, абсолютно уникальным и ни на что не похожим. Сегодня речь пойдет, конечно же, о польской сабле. Об этом инструменте, который вызывает самые противоречивые эмоции у всех любителей исторического фехтования и, конечно же, у любителей истории Восточной Европы. Некоторые исследователи говорят, что он настолько уникален, что сложился в настолько уникальном регионе, пропитан душой самой Речи Посполитой, отражен в романах, воспет в песнях и поговорках польского народа. Но, конечно же, исторический взгляд на эти вещи говорит нам несколько иную картину. Также стоит помнить, что польской саблей часто называют особый некий стиль фехтования, заложенный чуть ли не в самой генетике польской шляхты. Конечно же, особенно любят говорить такое криворукие фехтовальщики, которые просто не понимают, как вести поединок и что такое фехтование на самом деле, и пытаются оправдать свою криворукость тем, что у них есть особый польский стиль. Никого не напоминает? Вот, на самом деле, конечно же, наука, история говорит нам об совершенно других вещах. Что ж, перейдем к первому и самому важному тезису. Первым нашим тезисом, который стоит разобрать, является, конечно же, идея того, что однолезвийный и изогнутый клинок является чем-то абсолютно уникальным для Европы, и не встречается в ней, приходит откуда-то с дальних восточных рубежей. Существует очень старая и очень мало чем подтвержденная идея о том, что, в принципе, сабли и изогнутые клинки однолезвийные приходят в Европу вместе с крестовыми походами, от арабов и турок. Но, конечно же, это не так. Однолезвийное оружие и изогнутое оружие известно в Европе еще чуть ли не с бронзового века, даже в западной и северной Европе. В Железном веке оно не менее популярно и не менее известно. Можно вспомнить прекрасные образцы германских однолезвийных мечей и келетских однолезвийных мечей, вполне существовавших наравне с прямыми и двулезвийными гладиусами, спадами в конце античности и начале Средневековья. Не исключением здесь являются и клинки, собственно, популярные в Северной Европе с кромосаксой, которые по размерам своим от простых ножей до боевых ножей и даже полноценных мечей вполне себе располагаются. Их в огромном количестве можно найти в музейных собраниях. Конечно же, конечно же, изогнутые клинки известны и в степном регионе Европы, и на территории Древней Руси, на территории Венгрии, современный Балкан и вплоть до самой Франции. Конечно же, этот тренд никуда не исчезал и не прерывался, и из однолезвийных мечей раннего Средневековья в позднее Средневековье также переходят вполне узнаваемые, вполне понятные типы. Два основных и наиболее распространенных и известных типа однолезвийных и изогнутых клинков, конечно же, фальшион, то есть меч с усиленной последней третью однолезвийной, и мессер, то есть клинок, обычно однолезвийный, собранный по ножевому типу, распространенный также от западных границ Священной Римской империи до самой Киевской Руси, даже Древней Руси. Все эти типы вооружения представлены очень широко на всей европейской территории и, в общем-то, имеют, естественно, и свои региональные особенности. Как же все это связано с той самой польской саблей, этим волшебным инструментом, который буквально повторяет формулу генетического кода польской шляхты. Дело все в том, что Польша, Литва и, в принципе, все земли, вошедшие впоследствии в Речь Посполитую, конечно же, развивались в контексте всей Центральной Европы и, естественно, получали все те же тренды, исторические, особенно, собственно, в военном деле, что и их ближайшие соседи. До конца XV века польское, собственно, военное дело развелось по европейскому образцу, опираясь на тяжелую конницу, на рыцарскую конницу. И, естественно, мы прекрасно видим образцы и рыцарских доспехов, и рыцарского вооружения в музеях и археологическом материале Польши и Литвы. Но случился один очень необычный и очень интересный прецедент. В 1497 году король Иоанн Ольбрах предпринял поход в Молдавию для того, чтобы, ну, видимо, провести некую политическую рокировку одного местного владыки на своего ставленника. Но этот поход ни к чему не привел. Из-за неудачной осады король должен был возвращаться, собственно, в Польшу и при возвращении в лесу его армия попала в засаду и потеряла по подсчетам до 5000 рыцарей. Даже в польском языке сохранилась такая поговорка «За кроля Ольбрахта выгнела шляхта». То есть за короля Ольбрахта погибла вся шляхта. Этот удар о 5000, собственно, даже если мы считаем, в принципе, все потери, все 5000 для средневекового войска, любого, даже крупного королевства, это безумно большая цифра. И такой удар, особенно по наиболее элитной, наиболее боеспособной и наиболее, опять же, дорогой части войска, как рыцарская тяжелая конница, сказался, в принципе, на всей возможности Польши выставлять хоть какую-либо армию и особенно как-то вести активные боевые действия. Что же было предпринято вследствие этого? Как пишут исследователи, в частности, Сикора, историк Гусарии, именно после этого поражения поляки пытаются предпринять реформу, точнее так, спасти свою армию и ввести более легкую кавалерию, которую можно было бы снарядить за меньшие деньги и в более краткие сроки. Поэтому взоры обращаются на Балканы, и по балканскому образцу начинает формироваться первая ранняя форма Гусарии. Гусар в ранней его форме XV, XVI и начала XVI веков это легкий всадник, собственно, с вооруженным щитом, легким копьем и обычно как раз кривым клинком. Гусары или рации, пришедшие как форма военной организации и тип кавалериста с Балкан, с юга, конечно, приносят с собой как раз южный тип сабель, который действительно похож на турецкий, но развивался на Балканском регионе достаточно независимо и в том числе в рамках европейских трендов. И именно с ними в шляхту, в культуру высшей знати Польши приходит понятие сабли как постоянного спутника шляхточа. Таким образом, кстати, да, небольшое дополнение в сносочке считается, что именно с приходом как раз балканских порядков и построения армии поменялась и польская традиционная шляхтская прическа. Если в XV веке польские дворяне носили длинные волосы и иногда часто их завивали, просто, ну, по общей европейской моде рыцарской носить такие пышные гривы волос, то, в соответствии с балканской модой, они стали выбривать затылки и оставлять только небольшой чуб спереди, что можно видеть, в общем-то, и в иконографии. И эта самая прическа с бритым затылком остается в Польше традиционной весь XVI и XVII век, что интересно. Второй важнейший этап развития идеи именно вот этого клинка на территории Речи Посполитой и, в принципе, вхождение его в особую местную культуру, как фехтовальную, так и, в принципе, культуру оружейную связан, конечно же, с именем Стефана Батория. Стефан Баторий изначально венгерский король-дворянин был избран на престол Речи Посполитой. Попытки объединить все возможные восточнославянские земли в планах Стефана Батория, собственно, было и включение в свое большое крупное королевство и земель, собственно, Московской Руси, но этим планам не суждено было сбыться. Тем не менее, при Стефане Батория происходит важнейшая реформа армии. Он вводит по венгерскому, опять же, образцу в польские войска стрельцов, вооруженных, соответственно, мушкетами и саблями одного типа и преобразует гусарию в тяжелую кавалерию. Тяжелая кавалерия, то есть по образцу уже латных копейщиков. То есть не по рыцарскому образцу, уже старому 15 века, а по современному новому времени, конца 16 века, образцу латных копейщиков. Естественно, вместе с ним приходит и доступное вооружение, то есть сабли первого венгерского, так называемого, типа, который польские исследователи и исследователи вообще этого вопроса и относят к наиболее ранним и наиболее важным для понимания польской сабли типом. Самый ранний, самый важный тип польской сабли именуется также венгерско-польским типом и разделяется на четыре разновидности. Характеризует изначально, характеризует венгерско-польскую саблю достаточно изогнутый, сильно изогнутый, вот примерно такой, как я держу в руках, клинок с очень хорошо выраженным пером, вот эта верхняя часть, последняя треть клинка именуется по-польски пером и обычно снабженный елманию, то есть усиленным обратным лезвием. Подобный и аналогичный ему типы клинков с сильным изгибом и хорошо выраженной елманию снабжаются несколькими видами эфесов и типологизируются обычно именно виды эфесов. Первый тип, как определяет его исследователь Квасневич, определяется у нас относительно простым с коротким перекрестьем, так называемым восточным эфесом, который характеризует сужающийся к концу рукоять с простым колпачком и имеет этот тип достаточно малое хождение на территории Польши, считается, что он является завозным и иногда даже просто трофейным. Но, тем не менее, этот эфес известен, известен он с начала XVI века и располагается в основании типологии. Следующим, более нативным и гораздо более известным типом является второй. Имеет он характерное миндалевидное навершие, то есть вот этот колпачок рукояти в форме, слегка вытянутой овальной форме именуется миндалевидным. Навершие. Очень длинное перекрестье традиционно имеет второй тип. Перекрестье, как изображено на вот этих картинках, часто считается, что эти перекрестье вдохновлены еще старыми рыцарскими мечами, хотя на самом деле в это же время наравне как раз с этими саблями с длинными перекрестьями существуют кончары и эстоки. Это как раз особое тоже кавалерийское оружие, приспособленное для колющих ударов, опять же, являющихся подспорьем в копейной атаке, то есть когда копье отброшено или сломано, кончары исток является как раз вторым по значимости оружием в этом смысле. И как раз у них очень характерны тоже длинные прямые перекрестья. Возможно, как раз у сабель они появились в подражании этим типам. Также считается, конечно, что длинные перекрестья более удобны для фехтования. Ну, по мнению, опять же, исследователей. Отдельно здесь стоит упомянуть, перед тем, как мы перейдем к следующим типам, что существует такой термин в оружевидении, как «баторовка». Естественно, связан он тоже с именем Штефана Батория. Но, понимаете, «баторовка» не стоит определять как некий особый вид клинка, эфеса или сочетания сабли. Баторовками являются, в принципе, все сабли, которые выполняют наградную или парадную функцию во времена правления Стефана Батория и определяют их наличие на клинке дарственной надписи или инициалов или портрета короля. Именно это определяет «баторовку». Но большинство «баторовок» относятся как раз ко второму типу. Ровно потому, что он был наиболее популярным в это время. Третьим типом венгерско-польской сабли является сабля со скошенным под тупым углом навершием, тоже имея такой же типологически тяжелый и изогнутый клинок. И четвертым типом является довольно интересный, тоже местами парадный тип сабли с навершием в форме орлиной головы. Конечно же, говоря о польской сабле, нельзя не сказать о гусарской сабле, которая собой представляет отдельный, особый и действительно нативный тип клинка и оружия. Гусарские сабли начинают развиваться приблизительно с 1630-х годов на территории Польши и представляют собой всегда, почти всегда, достаточно тяжелый, с минимальным изгибом клинок, практически никогда не имеющий ни обратного лезвия, ни выраженной елмани. При этом наиболее важной характеристикой гусарской саблей является его достаточно массивный, тяжелый, почти всегда закрытый или полузакрытый эфес с дужкой, которая либо смыкается с навершием, либо чуть-чуть оставляет его слегка открытым. Также немаловажно помнить, что у гусарских сабель почти у всех важнейшей характеристикой является наличие кольца для большого пальца, так называемого палюха. Кольцо может крепиться как кузнечной сваркой, так и заклепкой к телу эфеса, но самое важное, что вот этот тяжелый, массивный и действительно закрывающий руку эфес является важнейшей ее характеристикой. При этом, как считают исследователи, тот же Сикора и Квасневич утверждает, что у гусарских сабель очень много технических заимств не было взято именно из Западной Европы, из-за палашей, собственно, западноевропейских, что, в общем, опять же, не делает их чем-то, конечно же, и не своим, и чем-то особо уникальным. Да, это очень удобный клинок для рубящих и колющих ударов, который обычно имеет достаточно серьезную длину, там 85-86 сантиметров лезвия, который позволяет отлично работать с коня. Следующим типом, встречающимся в Польше, является так называемая армянская сабель. Казалось бы, где Армения, где Польша, но так случилось, что во второй половине 17 века именно Армения подвергалась достаточно серьезным угрозам со стороны Ирана, то есть Персии, да, и Османской империи, то есть Турции, и большое количество армян бежало на Запад, в Европу. Большая, некоторая их часть осела в Польше. И кузнецы, армяне, в польских городах стали производить сабли своего нативного и родного типа. И эти сабли прижились в Польше. Их достаточно большое количество известно в музеях. Выглядят они вот так, по-своему и по-особому. Отличает их, собственно, конструкция Эфеса, сборка на поперечной к Эфесу заклепке и достаточно специфичные восточном стиле немножко украшения. Последним, пожалуй, типом в этой связке является так называемая корабелла. Корабелла – это сабля, которая развивалась в конце XVII и XVIII веке и собой представляет не столько военное, сколько повседневное или, в некотором смысле, гражданское вооружение. Корабеллу характеризует не тип клинка и не тип Эфеса, а в первую очередь ее легкость и удобство ношения. Корабелла является часто таким аналогом придворного меча или смол сорда, если хотите. Обычно у них очень небольшие клинки с небольшим изгибом, очень легкие и, скорее всего, они являются скорее отражением моды польской шляхты и, опять же, выражением их шляхтических прав на то, чтобы носить с собой меч каждый день в любое время. Также в рамках этой же моды в конце XVII-XVIII века, например, как пишет все тот же Сикора, шляхтичи носили с собой украшенные дорогие луки и колчаны. И, опять же, не для того, чтобы стрелять в городе в голубей, а просто потому, что право наношения оружия в городе шляхтич мог реализовать еще и выражая свои эстетические вкусы. Например, взяв с собой дорогоукрашенную саблю, которая весит при этом грамм 500-600 и на другой бок повесив нарядный колчан, расшитый жемчугом. Наравне с этими типами также в Иржеведении мы встречаем и такие определения, и понятия, как Зигмундовка, или Жигмундовка, или Яновка. Эти типы, опять же, относятся, как и Баторовка, о которой мы говорили ранее, относятся не к особым видам клинка или Эфеса, а к времени правления, собственно, Зигмунда-Корыбута или Сигизмунда-Корыбута и Яна Сабецкого. Оба этих правителя имели, как и было принято в то время, традицию награждать своих подчиненных, проявивших себя как-то, своих вассалов, награждать красивым памятным оружием, на котором, естественно, писались, чеканились разнообразные надписи и сабли, которые выдавались в этих целях в эпоху Зигмунда-Корыбута, имеют обычно его портрет, его инициалы и подпись. Поэтому именуются Зигмундовками, они обычно относятся к гусарским типам, да, и то же самое касается Яна Сабецкого, да, который украшен также его портретом, его инициалы. Вот здесь, в первую очередь, речь о наградном парадном оружии, а не об особых типах Эфеса и Клинка. Итак, что же такое польская сабля? По меткому замечанию исследователей этого вопроса, таких как Сикора, Заболоцкий и Квасневич, польской саблей является любая сабля, попавшая в руки поляка. Уже исходя из одного обилия типов и огромного количества везвлений этой эволюции, мы понимаем, что это не единый предмет, существовавший в едином экземпляре. Это огромное количество разновидностей разных Эфесов, более удобных или менее удобных для разных ситуаций, разных клинков. Исходя из всего этого, мы прекрасно понимаем, что польская сабля не является каким-то единственным, уникальным и существующим в единой точке пространства и времени инструментом. Польская сабля существует в разнообразии типов, в огромном количестве вариаций и, как вы прекрасно с вами заметили, ее отдельные элементы заимствуются с юга, востока и запада от всех соседей, каких только можно себе представить. И в этих комбинациях как раз и формируют свою уникальную типологию. А мы благодарим вас за внимание и за ваш интерес к теме исторического фехтования. В следующем видео мы поговорим о том, как реконструируется техника использования этой самой польской сабли, о том, как реконструировать ее правильно и как реконструировать ее совсем не стоит. А на этом традиционно подписывайтесь на наш канал, не забывайте задавать ваши вопросы в комментариях. Всем меч и до новых встреч! Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в Longsword Club! И сегодня мы поговорим о том, как в условиях марсианского грунта добывать железистую руду.